У вас нет ощущения, будто в последнее время игры чаще стали обвинять в том, что они кого-то как-то копируют. Не просто вдохновляются, а прям копируют. Целиком заимствуют механики, идеи, визуальный стиль. Эти претензии не всегда оказываются обоснованными, хотя откровенных клонов тоже хватает. Особенно досталась The Legend of Zelda Breath of the Wild, где только не встречаются ее следы. Мы их нашли и в новой сурвайвл-игре Unshrouded, ключ от которой нам предоставили разработчики. Вышедшая в раннем доступе творение немецкой студии King Games, известной по Sacred 3 и Portal Knights, еще с первых трейлеров выглядела очень амбициозным. Таким, в принципе, и оказалось. Но с одной оговоркой. Амбиция Unshrouded почти полностью построена на чужих идеях, и Зельтой дело не ограничивается. Мы во время прохождения и Вальхейм вспоминали, и Элден Ринг, и даже The Last of Us. Удивительно, что несмотря на заимствование, клоном игра не ощущается. Давайте разбираться, почему. Приветствуем вас на канале Деградации Беляши. С вами Юрий Кулагин и Дарья Кулагина-Кравчук. И мы так и не определились, то ли обзор Unshrouded делаем, то ли рассуждения на тему игр клонов. Но в любом случае, приятного просмотра. И сразу дисклеймер. Мы не то, что прям большие фанаты сурвайвл игр. Даша, в принципе, никогда не видела в них смысла, а я в юности слишком переиграл в ранние версии Rust, Minecraft и DayZ. Настолько, что любой геймплей, связанный со сбором ресурсов, созданием экипировки и возведением базы, откровенно остачертел. Единственные выживачи, которые смогли нас увлечь за последние годы, это Сабнотика, потому что боязнь глубины неслабо добавляет игре адреналина, и Return to Moria, потому что нравится вселенная Средиземья, а основной геймплей там посвящен не строительству базы, а исследованию подземного царства. Все остальные выходившие проекты казались бесконечным повторением чужих успешных концепций. И это на самом деле проблема не только сурвайвл-жанра, а всей игровой индустрии. Любая успешная механика или идея тут же уходит в тираж и появляется в десятках проектах-подражателях. Так как эту успешность зачастую оценивают не геймдизайнеры, а условные продюсеры, на свет появляются дорогие, отполированные, но не очень оригинальные проекты вроде новых Far Cry, Suicide Squad или Hogwarts Legacy. Хотя лично в мое сердечко Хогвартс все-таки пробрался. В общем, все у всех крадут идеи, и индустрия из-за этого стагнирует. Тут наверняка кому-нибудь в голову придет фраза «кради как художник», или даже книга-первоисточник этой фразы за авторством Остина Клеона. Согласно ей, нужно разделять копирование и вдохновение. Мол, в мире не осталось ничего оригинального. Поэтому не стесняйтесь коллекционировать чужие идеи, пропускайте их через призму своего восприятия и превращайте в новое произведение. Мы все коллажи, в смысле. Мы все коллажи инфлюенсов. Мысль в целом годная. Мы и сами ей часто успокаиваемся, когда воро... Кхм... Вдохновляемся идеями других ютуберов. Но беда в том, что применительно к видеоиграм правило «кради как художник» работает не всегда. Одного лишь своего видения зачастую недостаточно. Просто потому, что у игроков обычно под рукой есть оригинал, с которым можно сравнить, а сравнение редко получается в пользу подражателя. Если у вас есть Super Smash Bros. Ultimate на свече, вы вряд ли надолго задержитесь в мультиверсус. Нас не смогла увлечь Пеладинс, просто потому, что мы тогда уже ознакомились с Overwatch. Steel Rising выглядит крайне симпатично, но фанаты соулзлайков наверняка предпочтут еще раз пройти Бладборн, если их только не тянет конкретно к французской эстетике. Единственные, у кого такой подход прокатывает, это у игр оммажей какой-нибудь классики, вроде Wargroove и Культик, которые не то, что не скрывают источники вдохновения, а гордятся ими. И вот мы переходим непосредственно к Unshrouded, которая с первых минут знакомства вызывает ассоциации одно за другой. Сюжет о том, как люди в фэнтезийном мире Эмбер Вейл нечаянно докопались до проклятия и погубили королевство, оставив запечатанного в металлической склянке избранного. Напоминает об историях Dark Souls и Elden Ring. Даже подача похожая. Сюжетных сцен очень мало, а детали приходится выцеживать из записок, книг и описаний предметов. Правда, в отличие от проектов From Software, в единое повествование все это не очень складывается. Самопроклятие заставляет вспомнить The Last of Us. Грибные зомби и заросли на руинах цивилизации получились похожими. Когда избранный выбирается из своих казематов, сам путь, к слову, похож на пробуждение Линка из Breath of the Wild, заимствований замечается больше. Здравствуй, строительство из Вальхейм. Здравствуйте, обзорные башни из Фаркрай. Здравствуйте, подземелье с головоломками из той же Зельды. О, еще и местный аналог глайдера на месте. Но если вот на этих ранних этапах вы не выключите Unshrouded, подумав, что игра — это очередная компиляция удачных идей из других проектов, то дальше она начнет вас удивлять. В отличие от других сурвайвл-игр, мир в Unshrouded не генерируется, а вручную создан разработчиками. И создан качественно. Земли Эмбервейла по-настоящему интересно исследовать. Куда бы игрок ни пошел, выполнять задания, собирать ресурсы или изучать новую точку на карте, он по пути обязательно набредет на какую-нибудь секретную избушку, подземный храм или разрушенную церковь. Зеленые луга сменяются живописными руинами, нагорьями, пустынями. Пусть в раннем доступе и доступна лишь треть карты, но даже на ней разработчики уместили много любопытных мест. Изрядная часть карты покрыта пеленой, тем самым грибным проклятием. Долго в ней находиться нельзя. Сразу после попадания в пелену включается таймер, который можно продлить специальными предметами и прокачкой. В отдельной участке пелены соваться без прокачки не стоит в принципе. Герой погибнет почти моментально. Некоторые зараженные локации можно излечить, истребляя корни пелены. Но полностью от колдовской плесени избавиться не получится. Она нужна, чтобы контролировать прогресс игрока и до поры до времени не пускать его в определенные места. Помимо пелены, ничто другое не ограничивает игрока в исследовании мира. Хотя и целенаправленно особо никуда не гонит. Да, на карте много маркеров, но они не навязчиво сигнализируют о доступных активностях, а скорее напоминают, где расположены точки интереса. Их еще и открывать зачастую приходится самостоятельно. Например, с помощью разложенных по миру книг. Глайдер, крюк кошка и кирка, которые можно хоть весь воксный мир перекопать, позволяют самостоятельно прокладывать путь через труднодоступные участки. Но для этого мир придется как следует изучить и запомнить. На быстрое перемещение полагаться не приходится. Оно здесь довольно ограниченное. Юра вам тут так красиво все расписал, а я, пожалуй, внесу немного критики. Да, мир красивый и разнообразный, спорить не буду. Но помимо исследования, которое еще и не каждому зайдет, в нем бывает скучновато. Мы собираем ресурсы, но их повсюду раскидано столько, что базовые крафтовые потребности закрываются очень быстро. Ищем сундуки, но в них редко попадается что-то по-настоящему уникальное. Спасаем других выживших, но их всего пятеро, хотя в обновлениях наверняка появятся новые. К боевой системе тоже есть вопросы. Разработчики будто пытались найти компромисс между сражениями из Зельды и соус лайками, но в итоге получили ни то, ни другое. В боях с рядовыми противниками нет ощутимого вызова, да и разновидностей их не так уж много. Боссы попадаются редко и не отличаются интересными механиками. В целом, боевка нормальная, вот только разнообразие в ней приходится устраивать самостоятельно, экспериментируя с типами оружия и навыками. Классов Unshrouded нет, но местное древо прокачки позволяет слепить хоть друида, приручающего диких зверей, хоть скрытного разбойника. Казалось бы, вот тут самое время и напомнить, что Unshrouded – это выживач, а в них всегда есть чем заняться. Построить что-нибудь, порубить, покопать. Но только на деле выяснилось, что непосредственно выживания тут не так уж и много. Как и в Вальхейм, от голода здесь нельзя умереть. Еда просто дает прибавку к характеристикам, хоть и очень полезную. Удобное и гибкое строительство базы ограничено лагерем, и для прохождения не обязательно. Им занимаешься просто ради красоты и небольших бонусов уюта. Получается, что выживание в выживаче уходит на второй план. Можно часами исследовать мир, не вспоминая про хлопоты со сбором ресурсов и сортировкой сундуков. Возможно, дело в том, что Unshrouded – это не совсем сурвайвл. Привычные жанровые элементы тут нужны лишь для создания интересного приключения. С той же целью разработчики тщательно отбирали, какие идеи из других проектов они возьмут и как именно интерпретируют. Например, боевая система здесь, да, не слишком комплексная. Но потому что она явно второстепенна по сравнению с исследованием мира. И так с каждым элементом, заимствованным из Зельды, Вальхайма и наверняка из других проектов. В итоге у нас прям язык не поворачивается называть Unshrouded клоном чего-либо. Это скорее пример хорошего заимствования. Игровая индустрия ведь в принципе развивается итерактивно, и это естественно. Удачные идеи и механики обычно не появляются из ниоткуда, а становятся переосмыслением других. Так, от EverQuest мы пришли к World of Warcraft, а от нее к Final Fantasy XIV, от Team Fortress Overwatch и впоследствии к Valorant. Хорошие заимствования создаются не с целью нажиться на чужих идеях, а с целью их превзойти. Сыграть на том же поле, но другой тактикой. Для этого мало просто скопировать механики. Нужно разобраться, как они работают, почему появились, разделить на составные части и потом собрать уже по-своему. И тогда заимствования перестают восприниматься как копирование. Это, собственно, и делает Unshrouded. С амбициозной целью создать не просто приключенческий экшен с ролевыми элементами и механиками выживания, а полноценный симулятор исследователя. Другое дело, что вот как раз на полноценный симулятор исследователя Unshrouded пока не тянет. Но, возможно, сказывается ранний доступ. Мы не успели пока исследовать прям каждый уголок карты, но местами игра начала приедаться. Когда все локации исследованы, NPC доставлены в лагерь, а оптимальный комплект снаряжения собран, мир сильно пустеет. При этом потенциала базовых механик в теории вполне хватило бы еще на много часов геймплея. Но в текущем виде им не хватает разнообразия и хоть какой-нибудь сложности, боевой или выживательной. Возможно, в кооперативе Unshrouded ощущается веселее, но мы его не попробовали. Впрочем, разработчики буквально на днях опубликовали дорожную карту, и, судя по ней, к сообществу они пытаются прислушиваться. Так что игру мы рекомендуем. Если вам не хватало схожего с Зельдой чувства исследования, но при этом с нотками сурвайвала и ролевой системой, попробуйте творение King Games. Ну а если вы с нами не согласны и считаете, что Unshrouded это все-таки бездушный клон чего-нибудь, то добро пожаловать в комментарии. Мы открыты к дискуссии. Также не забывайте про наши соцсети. ВК и Телеграм, где можно узнавать о грядущих роликах и читать наши текстовые материалы. Ну а если кто-то сам играет в Unshrouded, то можем собраться. В нашем Дискорд, например. Ну а если такой полуобзор полурассуждений вам прям совсем понравился, то аккуратно напомним про наш Бусти, где на нас уже подписались Мистер Крэйзи, Амацу, Форфик, Биполярбер и другие дорогие зрители, за что им всем дежурное спасибо. Не любим клянчить деньги, но чем больше у нас подписчиков на Бусти, тем больше времени мы можем уделять каналу. И, конечно, хотелось бы когда-нибудь сконцентрироваться на нем полностью. А вот теперь у нас совсем все. До скорых встреч!